МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте все! Я приветствую наших зрителей-болельщиков московского локомотива, а также всех поклонников спорта номер один. Друзья, вы смотрите программу «Вперёд, Локо!» Пока тренеры вносят последние штрихи в портрет команды, на домашней арене локомотива завершается своя предсезонка. Стадион в Черкизово второй год подряд – палочка-выручалочка всего российского футбола. Единственное окно в Европу. Подготовка идет в обычном режиме. Мы готовимся к Лиге чемпионов. Не первый раз это уже происходит. У нас включен подогрев уже больше месяца. Так и сверху, как вы видите, покрытие у нас, которое предохраняет от атмосферных осадков. И тем самым позволяет сохранить температуру на поверхности газона, та, которая нужна для вегетации травы. Нагрузка на черкизовское поле ложится и впрямь нешуточная. 24-го Монако, 26-го Спартак Мальорка, 7-го марта Суперкубок России, а 15-го старт чемпионата «Локомотив Шинник». И это не считая тренировок. К этому я отношусь весьма отрицательно. То есть растение едва только проснулось, вышло из покоя. И поэтому поддерживать его в этот период времени в таком состоянии, чтобы игра была на уровне, весьма непросто. Долгосрочный прогноз погоды на конец февраля не исключает мороз до минус 18. И как бы то ни было, работники стадиона продолжают борьбу со стихией. За моей спиной не съемочная площадка фильма о будущем. Это и есть будущее. На дворе минус 15, здесь плюс 12. Агрономы черкизовской арены выполнили свою работу на отлично. Слово за футболистами «Локомотива». Своё мнение о будущей игре с Монако высказал главный эксперт по французскому футболу Дмитрий Сычёв. А что можно сказать о Монако? Хорошая команда, без привлечения можно сказать. Играет, как дают им играть соперник. Если он чуть им позволил расслабиться, то они наказывают очень быстро. Контратаки у них очень опасные. В общем, команда неплохая, но, мне кажется, «Локомотив» может её пройти. Второй год подряд московский «Локомотив» – один из 16 вагонов весеннего Евроэкспресса. В 2003-м цена успеха оказалась для москвичей слишком высокой. Но нет худа без добра. «Локомотив» приобрел бесценный опыт, а его болельщики – впечатление на всю жизнь. И вот настало время обновить впечатление и применить накопленный опыт. 24 февраля 2004 года. В первом матче 1-8 финала Лиги чемпионов московский «Локомотив» у себя в Черкизово принимал лидера чемпионата Франции «Монако». В составе хозяев на пуля вышли Овчинников, Евсеев, Пашинин, Асатиани, Сенников, Гуренко, Маминов, Хохлов, Ласьков, Исмайлов и Ашветия. У единственного форварда «Железнодорожников» Михаила Ашветия в первом тайме было два хороших момента, которыми он, увы, не воспользовался. Сенников играет вперед. Подача втопной. Опасный момент. Забивай, родной мой! О, боже! Вот это да! Такой классный момент, а! Ну, казалось бы, мячу деваться некуда. Смотрите, здорово обработала Ашветия. И двинул, что есть силой. Коль не удается забить гоуфорварду, на помощь приходит полузащита. Ласьков точно адресует мяч Измайлову. И Марат, технично обыграв Зикаса и Евра, распечатывает ворота голкипера Рома. Под занавес тайма Сиссе метров с 30 бьет точно в створ, Овчинников отбивает мяч перед собой, а Сатиане, опередив Пршо и Бернарди, отводит угрозу от ворот. Во втором тайме вместо Ашветия на поле вышел Абиора. Евсеев бьет по воротам. Рома перевел мяч на угловой. После розыгрыша стандарта, в конце концов, удачно приложился к игровому снаряду Маминов. 2-0. Один мяч моногаски отыграли. И тоже после розыгрыша стандарта. Ротен выполнил штрафной, Сенников в борьбе с Мариентесом не устоял на ногах, и Фернандо безо всяких помех забивает гол. В конце матча отличную возможность увеличить счет имел Абиора. Но Джеймс распорядился мячом в этой ситуации далеко не лучшим образом. Не отдал пас Парксу, не сам не забил. На этом первая игра 1-8 финала Лиги Чемпионов закончилась. Локомотив Монако 2-1. ЛОГО ТВ-1 ЛОГО ТВ-2 ЛИТВА